Ирина Майорова в сфере дошкольного образования больше 30 лет. Свою деятельность начинала с помощника воспитателя. Ещё будучи школьницей, подрабатывала во время летних каникул. Сегодня она заведующая 127-го детского сада. На этой должности уже 17 лет. При её руководстве дошкольное учебное заведение второй год подряд получает звание образцовое. «У нас замечательный коллектив, который работает уже много лет. У нас 127-й детский сад – это уже четвёртый корпус 127-го детского сада. И недавно мы открыли новый корпус на героев Острякова. И это совершенно новый корпус, построенный строителями за очень короткое время. Он помог обеспечить местами верхние остряки, что позволило мамам и папам привезти туда своих деток. И недавно к нам летом присоединили дошкольное учреждение Черноморского флота. Это тоже теперь стал корпус 127-го детского сада. Поэтому у нас очень много деток». Коллектив детского сада – это одна большая семья. Здесь 104 сотрудника. Вместе они воспитывают больше 400 ребятишек. С открытием ещё одного корпуса после капитального ремонта в дошкольном учебном заведении смогут принять ещё почти 300 малышей. Ирина Майорова отмечает, работа воспитателя непростая, но когда она любимая, трудности преодолевать легко. «Воспитатель – это ведь вторая мама, которая принимает своих деток. Самая, наверное, главная черта педагога – это любить детей. Можно чему-то не научить, но любить – это самое главное». Работа педагога – это бесценный труд. Очень важно, чтобы с детьми работали люди, которые станут для ребят примером. Но очень важны и условия. Правительство Севастополя прилагает максимум усилий, чтобы малыши учились и развивались в комфортных, безопасных помещениях. Ежегодно в городе проводят капитальный ремонт детских садов, а также строят новые дошкольные учебные заведения. «До конца года ждём новый детский сад на Античном. И у нас большая задача поставлена указом президента 204-м майским, чтобы обеспечить местами в дошкольных организациях к 2022 году детей от двух месяцев до трёх лет. Сейчас мы открываем новые ясельные группы, и такую дорожную карту сделали. Поэтому программа будет развиваться, реализовываться. Задача, безусловно, очень трудная, но мы должны с ней справиться». В Севастополе 82 детских сада. В них больше 18 тысяч малышей. В сфере дошкольного образования трудится свыше пяти тысяч человек. Две тысячи из них – педагоги. За добросовестный труд, преданность профессии лучших воспитателей отметили грамотами и благодарностями. На торжественном собрании вручали награды по нескольким номинациям – образцовый детский сад, открытие и успех года. Воспитатели – очень востребованная профессия. Сегодня в Севастополе специалистов не хватает. Правительство работает над привлечением в отрасль молодых кадров. «Мы изыскиваем возможности для того, чтобы увеличить контрольные цифры приёма на обучение ребят в нашем педагогическом колледже, который готовит данных специалистов. И есть уже договорённости Севастопольским государственным университетом, в том числе, по открытию специальностей на бюджетной основе, увеличение их количества до 175 человек на базе Севастопольского государственного университета». С праздником воспитатели поздравили и те, кому они отдают свои силы и сердца – малыши. В холле Дворца детского и юношеского творчества развернулась выставка работ воспитанников детских садов города. Их рисунки и подделки стали открытками для педагогов. А помнят своих воспитателей и благодарны им за труд. Елена Корнухова и Анатолий Кукса. Информационный канал Севастополя.